Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покажеварим и... Ааа, ничего нового, все сегодня вкусно будет. С другой стороны, будет еще и просто. Но ведь нет ничего проще, да, и практичнее, чем запечь целую курицу в духовке. Практически никаких действий от вас не требуется. Надо просто взять курицу, ее вкусно замариновать, и я покажу сегодня, на мой взгляд, один из самых правильных, практичных и, ну, подходящих для курицы маринадов. Их вот, ну, по большому счету, маринады для курицы можно разделить, вот, наверное, на несколько частей, да. Маринад, который делается на базе томатов, там, кетчупа, либо томатов, там, в собственном соку, например, да, или свежих. Второе, это на базе, там, соевого соуса, да, такой какой-то азиатский стиль. И третий вариант, это чистоганский такой маринад, то есть на базе растительного масла с добавлением специй и бла-бла-бла. В общем, курица, что про нее сказать? Это совершенно простая курица, никакая не суповая, не сыринка, вот эта вот, да, такая худенькая, знаете. Для супа она подходит гораздо лучше, чем это. Но для запекания вот эти вот курицы-бройлеры, или как правильно их назвать, я не знаю, которые в магазинах, там, в вакууме продается, самое то. Тут куча всего, тут мяса много, тут много жира и прочее. То есть это такая курица, неважно, нашпигованная, чем-то не нашпигованная, вот мариновать прям вот, прям очень хорошо. Курицу бог с ней, пока отложим, нам до нее еще делов воротить, не переворотить. Начнем мы, наверное, как раз с маринада для курицы. Давайте его и сделаем. Итак, первое, что мы добавляем, это такую богатую ложку паприки. Паприка дает отличный цвет. Далее я добавлю сушеного розмарина, но я его хочу перетолочь в ступке. Сразу чувствуется запах розмарина, это то, что надо. Выкладываем тоже. Сюда же добавляем соль. На мой взгляд, соль надо добавлять сразу, потому что ходят теории, что, мол, соль, она вытягивает какую-то влагу. Но по мне, лучше уж нормально соленая курица, нежели курица, которая там сохранила немного влаги. Так, соли еще побольше. Вот, перемешиваем сразу. Сюда же добавляем горчички. Можно сушеный, можно готовый. Чайную ложку. Так, теперь измельчаем чеснок и тоже добавляем к маринаду. Его можно нарезать, можно выдавить, можно натереть, как хотите. Вот без чего, без чего, а без чеснока, пожалуй, не обходится ни один рецепт с курицей. Но серьезно, чеснок и курица, это братья на век, как я говорю. Я хочу чесночок натереть. Теперь наша задача сделать эмульсию из того, что у нас получилось. Соответственно, мы это все разбодяживаем растительным маслом. Миллилитров 50-70. И перемешиваем. Получается достаточно красивенький такой красный маринад. И аромат фантастический идет. Друзья мои, масло, оно является, ну, помимо того, что отличным таким проводником вкусов, да, и объединителем, объединителем всех ароматов, которые у нас должны быть в маринаде, масло еще и создает корочку на курице. Вот, именно поэтому сейчас я скажу крамольную вещь, которую, с которой многие могут не согласиться, да. Масло можете заменить на майонез. Вот, если хотите побелее такой, вот, знаете, маринадик, используйте майонез вместо масла, потому что майонез состоит в основном из масла. И отлично подходит, вот, для таких вот свойств. И отличную корочку дает. Вот, но мы используем маслица. Все, маринад готов. Ну что, вернем, наверное, курочку. Займемся уже ей, в конце концов. Курица достаточно большая. Можно, если уж сильно заморочиться, можно найти где-то шприц, что-то там навтыкивать ей с соленого раствора, в ляжке, например. Ну, у меня сейчас время есть. Курица будет мариноваться часа, ну, три вот до вечера. Три-четыре часа она у меня будет мариноваться, и мне вот так вот за глаза она и просолится, и все. Я возьму, вот, короче, такой противень. Здоровенный противень. Туда курочку. В общем, дальше все просто. Начинаем эту курочку активно и обильно массировать вместе с маринадом. Причем нам надо промариновать, естественно, курицу как снаружи, так и внутри. Может показаться, что маринада у нас не так много, но я вас уверяю, что его с запасом. Внутрь, внутрь тоже маринаду добавляйте. Курица должна вся в нем быть. Естественно, курицу я предварительно помыл. Можете в этом не сомневаться. Куриные ножки я оберну вот так вот бечевкой, ну, просто для компактности. Ну, и плюс лишняя влага будет сохраняться там внутри. Все. Ну что, вполне симпатичная курятинка. Оставим ее помариноваться. Курицу можно чем-то накрыть, чем-то упаковать. Это вопрос такой, знаете, непринципиальный. Учитывая, что я не хочу готовить там завтра, да, например, ну, то есть на ночь оставлять. Я ее прямо вот в таком виде и оставлю. Ничего с ней не случится. Отправляем куда-нибудь в холодок, на балкон пока прохладно, либо на... ну, в холодильник, короче. Ну, а мы займемся картошечкой, хотя ее можно подготовить ближе вот к моменту, да, запекания курицы. Ну, я сейчас уже сделаю и пускай оно. Мы будем готовить картофель по-деревенски. Ну, такой вариант, в общем, я его называю картофель по-деревенски. Мы его будем запекать, но запекать мы его будем немножко в мешке, я так сказать, в мешке, который мы сделаем из пергамента. Это будет сочно, вкусно и подрумянино, и при этом сделано. Потому что часто бывает так, что ты закинул картошку вот в духовку вместе там с курицей, например, а она у тебя снаружи готова, да, и уже подрумянилась, а внутри она еще такая, ну, черт подери, аль денте. Я аль денте люблю только в пасте, а картошечку хочу доготавливать. Очищаем картошку. Каждую картошечку нарезаем на дольки, ну, абсолютно вот любого формата. Я буду где-то на четыре части каждую половинку делить, чтобы получались вот такие небольшие дольки. Теперь смотрите, что я хочу сделать. Я беру какую-то форму для запекания, вот такую, ну, приблизительно такого размера. Я беру пергамент с запасом, с запасом где-то раза в два. И вот сюда выкладываю картошечку. По картошке мы равномерно распределяем паприку, обязательно карри, гранулированный чеснок, кориандр и майоран. Его немножко. Естественно, солим сразу и добавляем немного перца. Все это перемешиваем. Поливаем растительным маслом и еще разик перемешиваем. Можете с таким же успехом использовать пакет для запекания покупной, либо использовать фольгу. И теперь наша задача закрыть этот пакет. С помощью чего это делать? Да, ребята, степлер или вот какие-нибудь такие вот канцелярские принадлежности. Отрезаем сколько нам надо. Оп, закрепили. Я, кстати, так никогда не делал. Я надеюсь, они не поплавятся. Заодно и проверим. В общем, как вы понимаете, сейчас курица маринуется. Картошка, можно сказать, тоже маринуется в какой-то степени. Через 2-3, когда вам надо часа, мы можем все это закинуть в духовку и приготовить. Ну, а пока расслабляемся и ждем. Но для вас это время пробежит быстро, потому что монтаж. Итак, курочка у нас замариновалась. Ты моя хорошая. Как же я рад тебя видеть. Давно не виделись. Слушайте, но прежде чем отправлять в духовку, а, кстати, да, надо же включить духовку. Духовку мы включаем до 180 градусов. Это температура, которой хватит и для приготовления курицы, и для приготовления картофеля. Вот. Я думаю, чтобы курица у нас вдруг неожиданно не, короче, не пригорела в каких-то местах, выделяющихся, да, вот в этих вот, вот в таких вот, то, соответственно, я их укутаю. Такая у меня фольга-то прекрасная. Так, короче, вот эти вот места, которые крылышки, да, я их хочу немножко фольгой обернуть. Так что уж больно они любят подгорать. А я уж больно не люблю, когда подгорают вот эти вот. И немножко, наверное, ножкам уделю внимание тоже. Вот здесь вот, где я завернул лайк, немножечко так раз, оп, все, прикрыли. И курочку можно отправлять в духовку. Значит, смотрите, курица будет готовиться где-то часа полтора, она достаточно здоровая, может быть, час сорок. Картошка в общей сложности будет готовиться минут сорок. Соответственно, мы сначала отправляем курицу, а через там 50 час, через 50 минут, час, мы добавим туда картошку. Ее будем тоже готовить в два этапа, как вы понимаете. В общем, отправляем курочку в духовку. Не забывайте периодически курочку поливать вот этим выделяющимся жиром, соком, да, из курицы. Он прям там вот будет. Вот в этой форме ложечкой так поливайте, потому что это создаст как раз курочку. Такие дела. Прошло уже примерно 50 минут, мы отправляем картошечку в духовку. Рядом с курицей где-нибудь поставим. Готовится картошка будет сначала полчаса вот в таком конвертике, да, чтобы она там пропеклась, чтобы она такая полупропарилась, проварилась. Короче, пропеклась. А потом мы уберем этот конверт и оставим минут на 10-15, чтобы она получила корочку. Такие дела. И рядышком пытаемся примастить картошку. Я переложил картошечку в миску поменьше, и она уже с удовольствием влезла. На полчаса. Так, ну что, курочка в целом готова. Я ее буду доставать. А картошку оставлю еще минут на 5. Так, оп. И сюда же картошечки бахнем. Так ведь? И вот она картошечка. Тоже готова. Подержал я ее плюс 5 минут, чем планировал. Ну, то есть где-то 15 минут. Ну, во-первых, картофан я хочу выложить прямо к курице. Ну, а что? Это же одно блюдо, правильно? Пускай будет вместе. Пускай они дружат друг с другом. Вот. У меня нет вопросов. Единственное, что, конечно, курочку, точнее, картошечку надо еще вот так вот свежей зеленушечкой. И тогда все это становится сверхидеальным. Вот оно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если честно, я себя даже несколько глупо сейчас чувствую, когда я буду пробовать эту курицу. Ха-ха. Ну, серьезно, блин, вы что, никогда курицу не ели? Тут есть, конечно, определенная разница там между по-разному приготовленными курицами, да, в маринаде. Вот. Но то, что целиком запеченная курица всегда получается сочной и классной, это как бы факт. Просто омерзительно мягкая, в хорошем смысле слова. Слушайте, я что-то даже удивлен, на самом деле. Может быть, из-за того, что я никогда не мариновал курицу, реально, ну, больше, там, двух часов, а сейчас она у меня часа четыре простояла, просолилась, и очень мягкое мясо вот здесь на ножках. Это прям вообще... Ладно, грудку попробуем. Ммм. Ммм. Сочная такая, влажная. Прям вот белиссимо-брависсимо. Хочется сказать мне. У меня аж завышенный ЧСВ, вы же все про это пишете, да? По какой-то причине вы такой вывод делаете. Вот. Но я красавчик. Вот эта курица прям то, что надо. Ладно, что, картошечки давайте. Картошечки. Картошка очень ароматная. То есть она намного ароматнее, чем сама курица, ну, потому что видели, сколько там специй, да? А чтобы вы понимали, картошка по такому рецепту, она не получается, как, вы знаете, как в Макдональдсе, картошка по-деревенски, которая жарится во фритюре. Она подзапеченная, сверху есть такая легенькая корочка, но она мягкая. Это мягкая картошка запеченная. То есть, вот вы не должны обманываться. Пять из пяти. Вот эта картошка, это пять из пяти. Пять с плюсом. Она мягкая, она очень ароматная. Просто класс. Блин, сегодня, вот, я давно что-то не готовил, что-то такого нормально обычного. И, наконец-то, снизошел. А то, сейчас какие-то бутерброды, что-то где-то сыр тянется, где-то желток течет. Все в угоду вам, потому что вы любите такие картинки. Ну, вот она, настоящая еда. Серьезно? Вот остальное не существует. Вот это настоящий ужин. На всю семью. Готовится просто. Заморочек мало. Берите и делайте. Пять из пяти. Всему блюду. Спасибо огромное, что посмотрели. Я надеюсь, этот рецепт вам пригодится. Если так, то не забывайте, кстати, про то, что вы можете выложить фотографию в инстаграм с хэштегом покашеварим. Обязательно от меня лайк получите. Это просто железно. Железно. Так что курочка от покашеварим с домашней картошкой. Выкладывайте и получайте лайк. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что были со мной. Всего вам вкусного. Блин. Феноменально классно ушло. Все, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok